Сочинение Евгения Боротынского. Это запись. Сделано для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Поэма «Наложница». Глава девятая. Стояла ночь уже давно. Городские стогны опустели. В домах уснувших ни одно не озарялося окно. Все одинаково чернели. Луна не светит. Все молчит. Лишь ветер воет и свистит, метель да кровель воздымая. Обету своему верна. До самой улицы одна доходит Вера молодая. Никем не встречена она. В лицо суровый и холодный. Ей дует ветер непогодный. И ночь ненастная, черна. Она стоит. Она мгновенья считает, полное волненья. Бегут мгновенья. Вера ждет. Он не приходит. Не придет. В ней сердце замерло. Девицу приемлет снова прежний кров. Уж ранний вой колоколов порою той будил столицу. И в город сквозь ночную тень. Уж голубея крался день. Погиб жених ее мгновенный. С лугами вынесенный в зал. Труп на столе уже лежал. Их смутным роем окруженный. Который сброд обыкновенный. Зевак захожих умножал. Цыганка в вечер тот несчастный внезапно скрылась. Лекарь частный с двумя квартальными стоял. И подозрительной рукою перед встревоженной толпою. Труп посинелый осязал. Но должностной обряд исправлен. Для любопытства пищи нет. Зал полицейскими оставлен. Все разбрелись за ними вслед. Зал опустел. Псалтырь читая. Дьячок остался с мертвецом. Да горькие слезы кулаком ежеминутно отирая. В углу стоял потупя взор. Осиротелый черномор. Холм, под которым спит Елецкий. Где он забыл любовь, вражду. Где равнодушен он к суду, толпы и светской. И несветской. Уж не однажды порастал весенней новую травою. И снег пушистой пеленою его ни разу ж покрывал. Но долго ль юноша несчастный жил в сердце веры. Много ль слез ее сердечных первых грез. У ней исторг обман ужасный. В ту же зиму с дядей стариком, покинув город, Возвратилась она лишь года два потом. Лицом своим не изменилась. Блистает той уже красой. Но строже смотрит за собой. В знакомство тесное не входит она ни с кем. Всегда отводит чуть-чуть короткий разговор. Подчинены ее движения холодной мере. Верен взор, не изменяя выражения, Не выражает ничего. Блестящий юноша его не оживит. И нетерпенья в нем не заметит старый шут. Ее смешливые подруги в нескромный смех не вовлекут. Разделены ее досуги между роялем и конвой. В раздумье праздном не видали И никогда не заставали с романом Веры Волховской. Девицей самой совершенной в устах у всех она слывет. Что ж эту скромность ей дает? Увы, тоскою потаенной, еще ли душа ее полна. Еще ли носит в ней она о прошлом верное мечтание И равнодушна ко всему, что не относится к нему? Что не его воспоминания? Или, созрев умом своим, уже теперь постигла им Она безумство увлечения? Уразумела, как смешно и легкомысленно оно? Как правы принятые мнения о романтических мечтах? Или теперь в ее глазах за общий очерк в мир забвенья Полусвершенный ею шаг стал детской шалостью одною? И с утонченностью такую осмотру светскому верна Его сама перед собою желает искупить она? Одно ль, другое ль в ней виною страстей безвременной тиши? Утрачен верой молодою или жизни цвет, или цвет души? Куда, заснувшую столицей, при ярком блеске зимних звезд В санях несется вереницей весельчаков ее подъезд? К цыганам пред знакомым домом остановились В двери с громом стучат Привычную рукой им отворил цыган седой В хоромах спящих тьма густая Но путь знаком Толпа лихая спешит проникнуть в тот покой Где ночи шумной ожидая Еще с вечерней первой мглой в свои постели пуховые Легли цыганки молодые Уж гости ветреные там Уж кличут дев по именам Но все египетское племя В непродолжительное время К приезжим шумно собралось И двадцать свеч кругом зажглось Дремоту девы покидают Встают на общий громкий зов Плотками плечи прикрывают Ногами ищут башмаков И вот уж весело болтают И табор к пению готов Одна цыганка На постели сидит недвижно На гостей глядит сердито Роем к ней подруги смуглые подсели Свой дикий взгляд она хранит Устами молча шевелит Или бессмысленно Порою вздохнув Качает головою Но грянул своенравный хор Блеснул ее туманный взор Уста улыбка озарила Воскреснув в крике хоровом Она веселая лицом С ним голос яркий огласила Умолкнул хор И вновь она сидит сурово и мрачна Так воротилась в табор Сара Судьбы последнего удара Цыганка вынесть не могла И разум в горе погребла Вообще родимые напевы Уносят душу бедной девы В былые лучшие года Так резвый ветер иногда Листок упадший поднимает С ним вьется в светлых небесах Но вдруг, утихнув, опускает Его опять Надольный прах Конец поэмы Наложница Читал Марк Чульский Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Массачусетс, Соединенные Штаты Америки Продолжение следует...